Наталья, вы давно работаете в этой сфере и в этой должности, подробно? В этой должности с 8-го года. А вообще давно? Вообще, да, давно. Наверное, занимались? Занималась, да. Я занималась в бригадирной Котельниковой, в номер саках мы ей занимались. Потом, соответственно, я училась, как все мы учимся, в нашей Сиркус-Академии. Потом, соответственно, большинство женщин ходили в декретном отпуске, соответственно, вышла уже сюда после декретного отпуска. То есть, любовь к холстам, наверное, возникает в процессе... Ну, говорят, как увидишь ложи, так больше нет. Вообще, подробно, такая структура, люди сюда либо приходят и остаются навсегда, давно знают друг друга, либо он пришел и говорит, вот здесь пахнет лошадкой, вот здесь грязно, здесь намосы, я пошел. И все, и на этом все это заканчивается. Труд очень тяжелый здесь. Ваш коллектив большой? И кто в него входит? Официально? Я не знаю. Ну, большой. У нас, обычно, на конюшах находится бригадир-наездник, его помощники. А там зависит количество уже лошадей на отделение. Отделения тоже все разные. От количества лошадей зависит количество сотрудников. Если это небольшое количество, могут и два человека обходиться. Если это большое количество, могут и большое количество помощников. То есть количество на конюшах лошадей. Соответственно меняется количество людей. Летом народу больше, потому что очень много приходит детей помогать, любят ходить на конюшню, ребятишке, девчонке помогать. У нас есть родители, которые приезжают, уже традиционно к нам некуда девать летом ребенка, вот он один, проблема, пусть он лучше здесь. Я знаю, там это бригадир-наездник, там будет он подконтрольный, там у всех в основном есть водонагреватель, холодильники, микроволновки на конюшне. Мама принесла им покушать ребенку, в обед они все вместе поели, в 5 часов мама приезжает, забирает ребенка. Под присмотром. То есть они помогают вам и вы даете возможность пообщаться? Ну конечно, они общаются, они верхом занимаются. Где-то раз в месяц мы какие-то проводим, маломальские, пусть немножечко, но соревнования такие между собой, да, чуть-чуть, конуспортивные соревнования. Скажите, а если вот дети захотятся заниматься просто незнакомые, а пришли из города, мы хотим у вас заниматься, это не так свобода, наверное, да, у вас очереди какие-то тут? Ну на данный момент какая проблема существует? То, что, скажем, бесплатно заниматься, это занимать как раз тут контингенте, которые вы помогают на конюшне. А остальные дети это тут прокат уже в основном. Потому что городской конспортной школы как таковой не существует, ее нет. А любую лошадью надо кормиться, держать, платить зарплату наезднику, конюху, да банально расчищать это вот копытами, расчищать, маникюр, скажем так, делают в красноародье. Амуниция, соответственно, ветеринарные сопровождающие достаточно серьезные стоит. И, соответственно, только прокат. А бесплатно заниматься дети могут в Вышеевке в конспортивной школе. То есть в Вышеевке? В Вышеевке, да. Но другой момент, что не всякие родители отпустят, есть ребенка туда. То есть, а я думала, что у вас на базе есть конспортивная школа. Она к вам не относится? В Вышеевке? Нет. Ульяновских педагогов нет таких? Или только в Вышеевке? В Ульяновске, в городе Ульяновске. В городе нет вообще конспортивной школы, подобразания нет. Была урожай, есть такая тогда, приурожай была, но с 2006 года они закрылись у нас. Они были как раз у нас на территории. Остальные все занимаются, ну, все как-то за деньги. Бесплатно уже есть все. Ну, раз такое вопрос затронули, например, я хочу позаниматься. Там взрослой диапазон какой-то ограничений есть или детям там на кого-то, взрослым там другая? Нет такого? Ну, в общем, есть. Это зависит от того, как Вы хотите. Если Вы разово заехали, то есть это разово. Если Вы, допустим, ребенок начинает заниматься регулярно, чаще, чаще помогать на конюшне, стараться помогать, естественно, какие-то скидки, естественно, разговариваются о том, что ребенок занимается, естественно, дешевле, маму. Многие родители договаривают, что лошадей в аренду берут. Купить не могут, берут лошадь в аренду. Но это приемлемая цена? Вы не можете поделиться с нами? Это может себе каждый позволить? Или все-таки это дорого? Ну, я считаю, что дорого. Где у Вас оплата в месяц или в каждый раз? Ну, вообще за детьми стоит 600 рублей. Разбита час. А можно и вперед заплатить? 2 тысячи стоит абонемент на месяц. То есть 600 рублей, в принципе, если Вы как начинающий, так вот кататься, можете прийти всей семье. Снять одну лошадь и 15 минут, поверьте мне, выше крыши Вам хватит, Вы накатаетесь за час. Идет час, потому что меньше, нет смысла лошадь просто собираться. Потому что у лошадей все это делается под запись. У них очень строгий режим. Их утром покормили, в обед покормили. Нельзя их кормить сразу после интенсивной работы, нельзя кормить до интенсивной работы, связанно с ветеринарными требованиями, особенно с пищеварением животного. Все это под запись, там жалу не пишут, потому что им тоже жарко, как и нам. Какие бы деньги ни предложили бригадирам, наездникам, или вот у меня Светлана занимается прокатом, она не согласится, например, гнать гоном лошадь куда-то, чтобы Вы прокатились. Это они сразу говорят, что у нас приоритет на здоровье животных. Ну, естественно, такой вопрос. Вот в бюджете денег нет. Нет, в бюджете нам не дают, мы полностью на самобеспечении находимся. Как вот, да, на самобеспечении, да. Кто-нибудь, я уже по телефону с Вами разговаривала, Вы можете поподробнее, кто-то планирует помочь, то есть свои руки немножечко взять, что-то, часть обязанностей? Ну, на данный момент, скажем так, что в 2011 году был указ президент Российской Федерации, да, от 8 августа 2011 года, который предполагал объединение всех ГЗК, это 27 ГЗК с ипподромом, в одну единую структуру, а у российские ипподромы. На данном структуру созданы действия, ну, небольшие, такие, тяжелые, достаточно бюрократические проволочки, скажем так, сложилось так, что это не все так просто, законодательная база. Мы к этому идем. Возглавляет российские ипподромы это председатель Совет Директоров Алексей Борисович Миллер, генеральный директор Николай Васильевич Исаков. Он известный конник, имеет свой конный завод Николай Васильевич, является председателем Содружества Росистого Коневодства, да, он нам много помогал, не один год нам помогал в моральном плане и мероприятия мы с ним проводили. В том году фестиваль народовского русака был проведен по его предложению, Сергей Ивановичу поддержал. В этом году планируется, мы сейчас будем готовиться в кратчайшие сроки провести, тоже были большие проблемы провести. Была предложена программа Алексея Борисовича, Николай Васильевича звучит на совещании ее в четверг, под эгидой как раз «Газпром детям» эта программа, сделать ипподром как раз «Центром» таким, да, развлекательный? Нет, ну и не развлекательный центр, где будет именно все как бы к нему с поломности. У нас как раз и детская школа, соответственно, если это «Газпром детям» и «Газпром», там уже будет цена, наверное, естественно, меньше, и все-все-все. Центр ипотерапии, потому что, честно скажу, что в Ульяновске, ну это мое мнение, ну, конечно, может быть субъективно, что никто по серьезному терапии не занимается. Я видела прекрасное занятие в Москве, когда с ребенком занимаются три человека, один ведет лошадь, медсестра помогает ребеночку с проблемами, там держит его, и врач в этот момент говорит, что делать. То есть целая программа пишется каждому ребенку, как ему нужно заниматься. У нас, конечно, такого нет, но я не видела по-настоящему. Да, подход такой, да? Да, да, но это серьезная ипотерапия. И вы надеетесь, что у вас это будет, да? Что врачи будут? Я думаю, что будет, Николай Васильевич сказал, что это будет серьезный проект, соответственно, и конструкция нашей беговой дорожки, на которой сейчас проходят испытания лошадей, она устарела, она себя изжила, мы стараемся держать в нужном состоянии, но это очень тяжело, потому что грунт здесь близко, грунтовый, ну, свои там, да, нужна все погоднее дорожка, чтобы испытания проводить круглогодично, тренинг главное, даже не испытания. У нас прошел дождь, и весь тренинг, который запланирован для лошади, он ломается, то есть на дорожку не выехать, уже грязно. В том году мы засыпали вторую дорожку, песку, уже стало маленько легче, то есть все-таки она быстрее подсыхает, быстрее подходит. Естественно, если как любому спортсмену завтра она запланирована до 10 километров, она не может, нарушается сам процесс тренинга. Будьте погоднее дорожка для лошади, это огромный плюс. Это круглогодичный тренинг, лошадь не стоит ли на пуском тренироваться. Крытый манеж, который нужен, как раз, для занятий с детей. У нас он есть, но он очень маленький, такой круглый, скажем, то проводить хорошее соревнование с российского уровня, он из спортивных, к раздетьми, нужен, соответственно, крутой манеж. Вы сейчас не можете проводить соревнования у себя? Мы проводим, мы проводим, опять же, вот узкий, узкий, такой разбег по времени. Это вот май, начало мая, там если сухая осень, середина октября, правильно? И еще как-то выезжаете на соревнования. Да, конечно, мы выезжаем, да. И вот этот разбег, мы спирали провести все расистые мероприятия, да, а конно-спортивные тоже вот теперь мы все пытаемся провести очень быстро, быстро, быстро. Потому что, когда ему пойдут дожди, то все, у нас получается очень тяжело, мы приехали, как говорим. А после вот этих реконструкций, возможно, все будет изменить? крытый манеж, не вопрос, стали холодно, дождик, дети ушли заниматься крытым манежом. Тепло хорошо, даже зимой. При минус 5 приятно заниматься на улице. При минус 15 естественно, хочется заниматься уже в крытом помещении, где тепло. И не в фуфайке, там, верхом ездить, а, скажем, в легкой такой одежде, чтобы это не мешало. Планировалось, Николай, если что-то озвучил, ветеринарная клиника. На данный момент, мне кажется, ветеринарии связаны с лошадью, у нас несколько хромает у всех. Да, у нас всех подробно. А сколько у вас лошадей? У меня около 130 лошадей сейчас. Это широкий спектр сейчас. А вы несколько назовите? Рызинусские, рысистые, американские, орловские. Есть гуденовские у нас лошади, представь, верховые. А как у вас лошади? Они есть молодые? Ну, у нас лошади рождаются, живут всю жизнь, кого-то приводят, вот уезжают. Ну, скажем так, с производством, как-то мы не занимаемся. В основном, это лошади от полутора лет, которые уже приходят, от мамы охотняли, они прошли какую-то заездку или тренинг, в заводах или с дому, а потом их привезли, соответственно, сюда. Такой процесс у нас. Вот если произойдет то, о чем вы мечтаете все, да, и ульяновские мечтают, наверное, возможно, здесь будут разводить лошадей, такое может быть, разводить. Ну, как вы видите, перспективы. Нет, разведение, пилять разведение само по себе здесь невозможно. Полученный же ребенок и кобыл с жеребенком, они должны гулять. Гулять они смогут по улице на реману. То есть им надо пастись. Ребенок выращенный в этих условиях, это не тот же ребенок, который выращен в заводах. Завод всегда имеет традиционное пастбище. Ребенок родился и стал гулять с мамой по трафикам. Получает в полном объеме витамин-дэ гулять с мамой. Получает соответствующий возраст нагрузки. И подруг все-таки, скажем, больше школ для лошади. То есть все равно вы их будете закупать? Здесь выращиваете? Не закупай, у нас частная лошадь в основном. Частная? А, подруг только 2. А, вот я хотела это. Да, это частные лошади, это детские садики, это частные лошади. Разброс владельца тоже разный. То есть некоторые мамы копят, как я уже говорила, там, да, у нас вот есть, вот здесь вот ушла мой женаездник, который берет кредит, что где купить ребенку лошадь, да? То есть, она по копейке, да? Ну, их малосостоятельно. В основном это хобби, именно вот человек влюбился в лошадь, они копят на соревнования, начинают копить. Нет, я ей говорю, лошади у вас стоят, вы за ними ухаживаете, и вот все поняла за ним. Разведение в конный завод и в Польше в их епархии находятся. А вот, Наталья, у меня такие мысли, как вы считаете? У нас Ульяновск, это хорошая площадка для инвесторов. И, соответственно, здесь много только состоятельных людей. Кроме того, что занятие спортом для детей, молодежи, соревнования всякие различного уровня, это может быть как центром для развлечения для таких людей, они могут вносить живые деньги потом. То есть, бюджет не имеет денег, а это будет какой-то... Вообще, изначально, как... создавался российский ипподром, да, единственное, кто имел право заниматься сейчас несли в Госдуму поправку, тотализатором, это российский ипподром, именно конспортный ипотализатором. Но, чтобы, скажем так, пригласить людей играть в тотализатор, как представляете, шляпки, это там красивые женщины, там в платье длинных, да, нужно создать фруктуру, чтобы люди хотели прийти, они пришли на каблуках, извините меня, по кустам не лазили, там, да, здесь. нужна инфраструктура, естественно, это тоже будет создаваться. Понимаете, что ипподром может быть прекрасной площадкой для проведения, сейчас популярной, например, выставки сельхозживотных, аукциона лошадей, сейчас многие конные заводы проводят, аукциона лошадей, то есть запросто можно и такое провести, да, ярмарку какую-то сельхохозяйственную, то, что-то планируют, что будет реконструкция связана именно с таким, еще созданием небольшого бизнес-центра, здесь, да, все равно, который сможет и кормить ипподром, потому что мы не сможем все время доить, это тоже неправильный подход, да, здесь. Должны мы сами что-то зарабатывать, мы должны детей поддерживать, иметь какую-то там небольшую гостиницу, в которой, езжая в город, люди будут, смотри, гостиница, бегай, как она из Москвы, там же не все какие-нибудь владельцы живут, там же очень много народу, приятная гостиница сделана в этой стилистике, просто. Ну, есть уже много людей, которые здесь и так живут, хозяев пароходов и заводов, мы не так вот понажались, которые живут в элитных домах и вот им хочется развлечений, правильно, вот я об этом говорила как раз. Нет, да, это планируется, да, но для этого надо вначале, чтобы изменить, как мы сейчас говорим про старт машины, чтобы это были экраны, видео, вот сейчас, наверное, если вы пешком видели, там, или на машине ехать, трибуна у нас открытая, открытая трибуна, пошел дождик, наши бедные коневладельцы вдоль стеночки стоят, и чтобы не смыл их. Зимой минус 20 они мерзнут с нами, коневладельцам, там, все в файках, в тулупах или наоборот, в красивых лыжных костюмах, мерзнут с нами все дружно на трибуне. Кто-то хотел прийти, это вот они такие закаленные, да, а что простой обыватель, который пришел, захотел там отдохнуть, супруга пошла в магазин, там, ребенок пошел играть, там, прыгать на батуте, папа пошел там выпить чаю, скажем, и поиграть тотализатор. Должна быть в структуру. Должны быть условия. Если мы их закроем стеком, они просто не услышат, судья, и загоним судью, наоборот, внутрь, просто не увидят, что лица на дорожке. Для этого и планируется все делать. Но, я поддерживаю помню Николая Васильевича в нашей высокой, потому что проблемы у нас существуют в кадрах очень сильные. Наездник стареет, жильный возраст наездник 45-50 лет, а дети не хотят идти. Почему? Он может потом остался наездником, но не всякие родители могут это платить. А не платить пока они не могут, потому что мы сами себя кормим. То есть, может что-то сдвинуться в результате вот этой программы, которая сейчас Мы сами себя кормим. А буду, допустим, безгородская, пускай на спортивную школу, ребенок пришел, там, я не знаю, ничего он не платит образом, позанимался, как он тоже, мы начинали в свое время заниматься, понравился, он остался. Потом закончил на сельхоз в нашу академию, стал там заотехать, не закончил, стал профессиональным наездником, выступая прекрасно на лошадях, правильно? Как и в Москве. Закончил Хреновское училище, допустим, который единственный в стране готовит жакеев, наездник, профессионал, ковалей, остался опять же здесь. Человек пришел в 30 лет, ему это уже неинтересно, поверьте мне, ему не хочется одевать резиновые сапоги, все прививаются детям сапоги. Мы были в Финляндии, там вот такие маленькие ребятишки, сыграть вот тогда, то такие дети вот такие бегут, а они садятся в качалку, ну вот в этот, какой-то здесь есть, вот этот, только в пони, здесь запряжены, а не жакет, наездники, как раз лучше наездник России, Геннадий Большаков, они садятся в качалку, там, чуть не в 7-летнем возрасте, но тут не лошадь, тут пони, и они этих пони начинают там пытаться вот ездить, там, гонки на пони у детей. Можно одну? Конечно, можно, можно сделать. Какие у вас последние достижения? Ну, сейчас наше главное достижение было в эти выходные, если берем про русистый спорт, сейчас по верховой, скажем, для ипподрома конкретно, да, то, что у нас Сергей Григорьевич Саблин, это мастер наездник Ульяновского ипподрома, остался, занял третье место на одном из главных призов страны, это приз гильдийца, приз был разогнан в рекордную резвость, это минут 58, 6, был мастером, наездником, первая категория Александр Плейсер, это московский наездник, на втором месте как раз Геннадий Большаков, который здесь на Алисе, Форман, минут 58,8, просто скажу, что это в эти дни, в эти два дня был праздник, это были рекордные резвости, лучше никто не улучшил призов, и Сергей Григорьевич приехал на лошади Марселя Форман 2,1,8, при этом, это, ну, просто, скажу, это огромнейшее достижение для нашего ипподрома, все равно, скажем так, и уровень подготовности, все это показатель, то есть, лошадь с Ульянска стала третьей в стране, да, по значимости, приехал, Марсель домой, отдыхает, только с ночью не загрузились, сегодня и будет Марсель выступать в это воскресенье, в главном призе для Ульянска ипподрома, сейчас присутствует пришумное мероприятие, жеребьевки, Марсель приехал, Марсель, скажем так, готов, будет выступать в Ульяновске, вот в эти воскресенья здесь будет. Здорово, все-таки страна энтузиастов, а страны города, да, верхового спорта у нас прекрасно выступила наша девочка, это Доморощина, скажем, Надежда Королева, в конце июня были соревнования ТФО, то есть, тревожка федерального округа в Нижнем Новгороде, Надежда осталась пятой среди всех в Поволжье, на присутствии, что Надежда это были первые серьезные старты, я считаю, что очень серьезная заявка, да, на эту ложь она выступала впервые, скажем так, они ее только купили, мы как раз взяли кредит, купили лошадь, маму конюху, она еще особо ее и не знает, да, Надежда, да, Надежда осталась пятой, мы помогли съездить, я считаю, Надежда это великое достижение, она у нас еще поедет выступать, а сколько ребят у вас занимается и в каком возрасте, примерно, которые участвуют в соревнованиях, нет, не так я спросила, какой возрастной диапазон, кто угодно ходит, да, занимается, по 10, ну, хоть 7 и выше, там осталось, есть пони, родители на пони привозят, занимаются, детей, там, а в соревнованиях участвуют в скольких годах? в соревнованиях, ну, лет с 10-11, потому что ребенок в 10-11 годах только формирует само все управление лошадью, он просто физически раньше не справится, потому что у вас дети до 14 лет, вообще у вас дети, до 14 лет, но в 9 это мало кто вступает, дальше юноши, да, юноши у нас до 18-го, потом юниор до 21-го потом уже пошли у нас здесь такой момент, что молодые лошади, молодые лошади до 6-ти лет, на них едет кто угодно, лошадь до 6-ти лет, да, но никто угодно, ну да, есть класс молодые лошади, да, то есть если в русистый спорте лошадь приходит в полуторагодовом возрасте, да, и самую пику приходится на 4-5 лет, скажем так, показатели взрослые, то в верховом спорте лошади наоборот, они заезжают, они позднеспелые, более позднеспелые лошади, и основная работа с этой лошади начинается как раз в 3-4 года, и молодые лошади до 6 лет только, а потом они уже со всеми остальными лошадями. Читайте в еженедельнике «Комсомольская правда». Продают ли убитых органы в Европу? Зачем Билан строит дом с потайными комнатами? Как журналистку-комсомолки превращали в куклу Барби? «Комсомольская правда». Узнайте больше.